Итоги уходящего четверга Краткосрочные, но и долгосрочные планы Как это было? Борьба за цеперами Белжеде в преддверии осенних каникул проводит профилактическую акцию Подростки в наушниках зачастую не слышат звук приближающегося поезда Чему приводит беспечность? Школа молодого бойца В военно-патриотическом клубе «Зубр» молодежь постигает азы армейской службы Товарищ старшина, воспитанник Долгошейна к стрельбе готов Подготовить гранату Каким навыкам здесь обучают? А также большое совещание Отечественный ассортимент И астрономическое явление Белорусы смогут наблюдать частичное солнечное затмение Когда? Вопрос номер один Президент провел совещание по вопросам формирования ВНС Изменения избирательного законодательства Выборы 2024, которые должны пройти по новым правилам, станут самой масштабной кампанией за последние годы, но далеко не самой легкой Предстоит провести единый день голосования В течение короткого времени необходимо будет избрать депутатов всех уровней, сформировать состав Совета Республики, выдвинуть делегатов Всебелорусского народного собрания Легких избирательных кампаний ждать не приходится Сами видите, в каких условиях находится наша страна Неопределенность международной обстановки Беспрецедентное внешнее давление Информационные атаки и провокации Да еще вовремя убирать, пахать не хотим И цены контролировать Чтобы люди видели, что мы государство для народа Ну так давайте будем для народа Четко должно Ты пришел в торговлю работать? Работай, приветствуем Мы тебе помогали Мы тебе землю дали Мы тебе кредиты дали, чтобы построить предприятие Ты взял людей, принял на работу Ты за них прежде всего отвечаешь Пожалуйста, работай Правила вот такие Мы в убытке тебя не загоняем Потому что это нам во вред Но если ты не понимаешь требования государства Ну парень, тогда нам не с тобой Вот такой должен быть подход Глава государства также обозначил еще несколько вопросов Которые касаются компетенции губернаторов и всей страны Это работы в полях Александр Лукашенко требует оперативно и качественно завершить уборочную кампанию Особое внимание белорусский лидер обратил на Гомель Могилевского, Витебской области В этих регионах, по его словам, не дорабатывают Но скидки не будет никому Основа развития экономики Бобруйск посетил помощник президента Инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк познакомился с производством пинскдрев Основная продукция – мягкие уголки премиум-класса на деревянных каркасах И корпусная мебель из массива сосны Особое внимание уделяют здесь дизайну Сейчас отдают предпочтение минималистичным моделям Среднемесячный объем – 100 тысяч рублей Больше 50% идет на экспорт В Россию, Польшу, Германию Проблем с сырьем и заказами здесь нет Покупатель качественных изделий находится всегда Промышленный комплекс в нынешних условиях Это основа, которая даст развитие нашей экономики Каждое предприятие имеет не только краткосрочные, но и долгосрочные планы Деревообработка в данном случае Здесь руководство показывает пятилетний план, который дальнейшего развития Дальнейшей модернизации и увеличения объемов производства В списке визита также «Алмаз Люкс» В каталоге трендовые зеркала с подсветкой Уникальная мебель со стеклянными вставками Фабрика сотрудничает с крупнейшими компаниями «Гомель Древ», «Молодечная мебель», «Анрекс» и «БРВ» Изделия представлены на многих маркетплейсах После Леонид Мартынюк отправился на завод биотехнологии Специалисты хорошо показали себя в пандемию коронавируса За считанные недели перестроились и массово начали производить антисептики Сейчас отсюда поставляется СПИД для бытовой химии Перечни партнеров «Белита Витекс» и «Модуль» Под стук колес БелЖД в преддверии осенних каникул Проводит профилактическую акцию «Дети и безопасность» В рейд из 20 по 30 октября отправились работники железной дороги Правоохранители, представители общественных организаций Особое внимание ребятам, которые находятся без присмотра взрослых Близи путей на вокзалах, станциях и в поездах Также посещают трудовые коллективы и учреждения образования Подростки в наушниках зачастую не слышат звук приближающегося поезда Желание сделать эффектное селфи приводит к травмированию и гибели людей на транспорте Мы призываем граждан быть более внимательными За 9 месяцев специалисты БелЖД провели более 4,5 тысяч рейдов И столько же профилактических бесед Но несмотря на все принимаемые меры Проблема травмирования на железной дороге остается весьма актуальной 69 случаев, только в этом году пострадал 71 человек Среди них четверо детей, двое погибли Финансовая стабильность, востребованный препарат и новогоднее чудо Республиканская акция «Наши дети» стартует 15 декабря Кого ждет праздничный сюрприз? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Минобороны проводят плановую сверку учетных данных военнообязанных Мужчин вызывают для личного общения по месту работы или учебы В органы власти военные комиссариаты Приглашают как по телефону, так и повесткой Мобилизация в стране не проводится Все банки страны ко второму кварталу 2023-го начнут выпускать белкарт Сейчас ее средний оборот 18 тысяч долларов в минуту Это 19 операций в секунду Также к концу года еще одно финансовое учреждение Начнет сотрудничать с китайской системой UnionPay Почти 95% белорусских лекарств Выпускаются по программе импортозамещения Сегодня 67% ассортимента аптек Отечественная продукция Производится достаточно препаратов Как для внутреннего рынка, так и для экспорта География поставок насчитывает 37 стран, что ежегодно приносит в бюджет до 200 миллионов долларов Республиканская акция «Наши дети» стартует 15 декабря Представители государственной и местной власти и общественных объединений посетят интернаты, приемные и опекунские семьи Чтобы поздравить детей с новогодними праздниками и подарить подарки Будет оказана и другая помощь В Беларуси 25 октября можно наблюдать частичное солнечное затмение Смотреть невооруженным глазом на него опасно Следует использовать оптику с защитными фильтрами, фотопленки или закопченные стекла Лучше всего явление будет видно в Хотимске Здесь Луна скроет звезду более чем на 65% Движение к целям устойчивого развития направления «Активное долголетие» В Бобрусске прошел форум в рамках недели родительской любви Инновационный проект реализовали на базе 34-й школы Участников разделили на группы – мамы, папы и дети, педагоги, бабушки и дедушки С каждой категорией работали врачи, рассказывали и показывали, что можно делать ежедневно, чтобы сохранять активность ума и тела В приоритете – гимнастика и правильное питание Плюс предложили сделать прививку от гриппа и коронавируса Главная задача – привлечь как пожилых, так и молодых людей к здоровому образу жизни Каждый день пешая у меня прогулка до работы Всегда пешком, каждый день зарядка обязательно Беговые упражнения Не каждый день, но три раза в неделю стабильно Всегда призываю к этому близких даже себе людей, друзей Мы работаем сегодня вместе со всеми, кто по-настоящему уже начинает понимать, что за здоровье нужно нести ответственность А когда мы говорим о здоровье семьи, то мы особенно остро понимаем, что только в семье можно построить такую линейку профилактических мероприятий, которая при правильном проведении, несомненно, даст уже ближайший результат Третья поликлиника – лидер активного движения в Бобруйске Здесь реализует проект «Будущее в настоящем» Слово учреждения заняло второе место в областном конкурсе «Практик по реализации стратегии устойчивого развития Могилевской области» на период до 2035 Патриотическое воспитание и белорусское единство На базе войсковой части 55-27 почти год действует клуб «Зубр» 27 молодых людей под руководством опытных командиров получают стрельковый опыт, приобретают навыки рукопашного боя и учатся оказывать медицинскую помощь Что такое защита Родины в понимании юных бобручан узнала Татьяна Горбач Глаза горят, а руки стараются выполнить все так, как приказал командир Максим Долгошейн в свои 14 уже определился с выбором профессии В военно-патриотическом клубе «Зубр» постигает азы непростой службы «Мой прадед воевал в Великую Отечественную, ну вот я решил связать свою жизнь с военной службой, чтобы защищать Родину Я в дальнейшем думаю пойти в военную академию и стать офицером На плацу войсковой части 55-27 вместе с Максимом выстраиваются еще 26 мальчишек и девчонок от 11 до 17 Здесь все по-настоящему, военная форма, строевая и боевая подготовка, а главное – желание защищать свою страну Равнение на флаг, звучит гимн, личный состав к занятиям готов Необходимо с детства прививать любовь к Родине В первую очередь знать свою историю, истоки, чтобы дети понимали и знали про нашу историю Гордились нашей страной, гербом, флагом, гимном Республики Беларусь И были настоящими защитниками и патриотами нашей Родины Осваивают военное дело здесь с упором на практические занятия Ребята учатся оказывать первую медицинскую помощь Накладывают жгут и шину, делают перевязки и искусственное дыхание Такие навыки могут пригодиться не только на службе, но и в жизни А здесь молодые люди знакомятся со стрелковым оружием Нужно уложиться в норматив, разобрать АК-74 за 8 секунд, а собрать за 15 После занятия в тире Изучается материальная часть стрелкового оружия И отрабатываются практические навыки в сборке-разборке И уверенным владением автоматами Калашникова В спортзале проходят занятия по рукопашному бою Юноши отрабатывают удары руками, ногами и резиновым ножом Осваивают болевые приемы и учатся правильно падать Инструктор – командир взвода спецназа В части делают все для того, чтобы заинтересовать службой Молодежь участвует в патриотических конкурсах и выставках Готовится к параду ко Дню Победы И получает возможность почувствовать уверенность в своих силах И в завтрашнем дне Для воспитанников клуба действуют льготы для поступления в кадетские училища Это особенно важно для тех, кто еще в юности понял, в чем его призвание Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Бременские музыканты, служебный роман и испанская макарена В Бобруйске прошел конкурс профессионального мастерства среди работников культуры Проверили свои силы 8 молодых людей От библиотекаря до актера Несколько месяцев участники готовили 5-минутные визитки Патриотические мюзиклы и театральные миниатюры Помогали получать баллы и болельщики Заранее было проведено и онлайн-голосование на призы редакции газеты «Бобруйское житё» Больше всего признания зрителей заслужила Татьяна Жадченко Руководитель образцовой студии «Бобрёнок» Гран-при получил Владислав Масловский Учитель по классу скрипки детской школы искусств имени Тихотского Впечатление очень хорошее Конкурс на достойном уровне был пройден Все участники молодцы Все постарались, выложились на все Вот даже 100-200 процентов Показали свои все умения, навыки Очень трудно было судить, потому что настолько яркие, настолько талантливые были участники Настолько подготовлена была их программа, продумана была до каждой мелочи Со сцены театра драмы и комедии также звучали слова признания в адрес работников культуры Для лучших цветы и грамоты Молодые специалисты, в свою очередь, зачитали клятву верности делу Им вручили букеты и медали Без внимания не оставили и ветеранов труда Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин